Моя Украина Тарас Григорьевич Шевченко для украинского народа – это национальный герой. Стихи и проза, образ жизни и судьба великого Кобзаря сделали Шевченко символом всей украинской нации. К мероприятиям, посвященным Шевченковским дням, готовились все вместе. В этом году 202 года с дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко, и мы отмечаем более камерной такой обстановки, будут звучать песни на стихи Шевченко, а также украинские народные песни. В этом году народному хору украинской песни «Червона Калына» исполняется 30 лет. Для его участников это хобби переросло в дело жизни. Валентина Иванченко более 10 лет поет в коллективе «Червона Калына». В основном мы поем народные песни. Конечно, те, которые слушаются народом, коллектив у нас очень дружный. Все с удовольствием ходят. Мы востребованы как коллектив. Надеюсь, что все будут здоровы, мы еще долго и дружно будем жить. Творчество великого Кобзаря проникнуто любовью к людям. Будучи родом из крепостных, он сам пережил гнет, испытываемый простым народом. Шевченко стал символом братства. Он одинаково отдавал свою душу и украинскому, и российскому народу. Нужно поддерживать традиции нашего края. У нас национальный край, и украинский язык входит в состав республиканских языков. И на нем петь, это для меня равнозначно, что петь и на русском, и на молдавском языке. Личность Шевченко многогранна и неоднозначна. Он был не только писателем, но живописцем, музыкантом, мыслителем. Наследие Тараса Григорьевича Шевченко стало достоянием не только украинского народа. Его произведения переведены на более чем 140 языков мира. Шевченко не только поэт на все времена, но и пророк. Шевченко нам оставил заповиты. И все знают его как великого поэта, знают его, может быть, меньше, но тем не менее знают как художника, знают его как мыслителя. Но вот его творчество, это наследие не только украинского народа, это мировое наследие. Шевченко изучает в школах. Его поэзию изучает в украинской гимназии более детально. Ну а вообще любой украинец, который проживает в нашем городе, где бы он ни проживал, он имеет сборник стихов Шевченко, и традиционно это кавзарь. Медалями и почетными грамотами были награждены руководители ансамбля, а также участники концерта за особый вклад в развитие украинского языка и украинской культуры в Приднестрове. Наталья Иванова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.